Продолжение следует... Продолжение следует... Чемпионат Азии проходил в Дубаях, в Объединенных Арабских Эмиратах. 39 стран-участниц было на этих соревнованиях, более 2000 участников, спортсменов. Сам я выступал в категории до 67 килограмм. Ну, я поехал как действующий чемпион Азии на этих соревнованиях. В прошлом году я выиграл чемпионат Азии в Ташкенте. И как бы уже было... То есть эта площадка вам уже знакома, изведана? Не то, что площадка, а именно мои соперники и... Уже вам были известны. Известны, да. И они были уже как бы вдвойне мотивированы на меня, наверное. И у нас, мне кажется, то, что подготовка была хорошая. Мы прошли учебно-тренировочный сбор в городе Актау. Готовились на эти соревнования около 10, ну, двух недель. Вот думаю, хорошо подготовились. Ну, и наша сборная среди взрослых очень как бы считается с нами на международной арене. Вот. Первый бой я дрался со спортсменом из Вьетнама. Выиграл его, обыграл. Вот. Второй бой у меня был, можно сказать, основной как бы. Это был основной соперник, наверное, да? Да. Я выходил со спортсменом, с серебряным призером чемпионата мира. Спортсмен из Ирана. Очень титулованный. Чемпион всемирных игр. Вот. Я его обыграл с учетом 1-0. Но вы были уверены, что вы там одержите победу? Я был уверен. Я был уверен в своих силах. Был очень настроен. И я чемпион. Вышел как действующий чемпион. И, думаю, показывал все то, что на татаме показывал. Ну, в общем, все силы приложили для того, чтобы медаль заслуженная. Да. И третий бой у меня получился со спортсменом из Ярдании. Тоже очень такой сильный соперник. Но он до этого выступал до 75 килограмм. Чуть-чуть, видимо, вес сгонял. Говорит, тренера так решили поставить его на 67 килограмм. Вот. Спортсмен из Ярдании. И его выиграл я. Ну, вот тут несоответствие, да, получается? Нет, ну, при прикидке он весит 67 килограмм. Здесь никаких проблем нет. И самое главное, чтобы он весил во время взвешивания. У нас с утра проходит взвешивание, и сразу же бой. Ну, то есть все нормально. Все нормально, да. И в финале я удалил спортсмена из Японии. Очень тоже титулованный парень. Ну, японцы – это их вид спорта. Спортсмен из самой Японии. Вот так бы я сказала. Да, действительно, наверное, он тоже был. Не дал ему ни единого шанса. Обыграл 2-0. Казахстан вперед. Да, молодцы. Да, общекомандный зачет у нас. Мы на четвертом месте. Первая – Япония, второй – Иран сборная, третий – Кувейт, четвертый – мы. То есть мы оставили позади все страны СНГ, бывшего СССР. Да, мы, получается, здесь в четверке всех обошли. Хорошо, хотела бы дать слово Андрею, потому что он серебряный призер. Ваши впечатления от участия в таком турнире? Впервые он у вас проходил или нет? Для вас – это открытие, этот титул. Ну, я выступал не в личных поединках, а в командном. Это, значит, 5 на 5. И каждый спортсмен выходит, бьется и приносит очки своей команде. Скажу, 5 на 5, вот в командных поединках Казахстан вышел в финал. Это за историю Казахстана первый раз, чтобы мы вышли в финал. Впечатление, конечно, очень-очень. Но это ваша первая награда такого уровня? Нет, это моя не первая награда. Не первая награда. В 2011 году я становился чемпионом Азии в своей весовой. В своей категории, да? Да, первый раз я выступаю в командных поединках. Ну, ваш вклад в общую копилку, конечно, весомый. Но хотелось бы узнать, потому что эфирное время скоро подойдет к концу. Какие ваши дальнейшие планы? Что вам дает этот титул, в частности, вам, Ренат? Ну, в дальнейшем плане у нас подготовка. Также продолжаем тренироваться. И у нас в феврале месяце в Кувейте будет клубный уже чемпионат Азии. Это среди клубов. То есть на чемпионате Азии выступаешь от страны, а здесь выступаешь за клуб. Это впервые в Азии проводится. Ну, тоже серьезные соревнования. Серьезные соревнования, да, конечно, очень. Время есть на подготовку. Да. Там на какие результаты будем рассчитывать? Ну, самый высокий. Мы уже задали себе планку не ниже первого места. Думаю, мы будем постараться подтверждать, что мы сильнейшие. Ну, я хочу сказать, что действительно наши каратисты показывают везде достаточно хорошие результаты. И нашу страну, и нашу область, и наш город знают далеко за пределами. Поэтому вам большое спасибо за эти победы, вам дальнейших спортивных достижений. Еще завоевать много-много титулов. Приходите еще в нашу студию делиться хорошими результатами. Всего доброго, до свидания нашим телезрителям. Напомню, что в гостях у нас сегодня были Ренат Сагандыков, чемпион Азии по карате, а также Андрей Актауф, серебряный призер чемпионата Азии по карате. Спасибо большое, ребят. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова